По словам синоптиков, история повторяется. 18 марта 1962 года, то есть 56 лет назад, было так же. Ночью выпало свыше 15 сантиметров снега, ледяной дождь и гололед. А главное, такая же температура – 13 градусов мороза. И это южный циклон. Как его встретила столица, узнавала Ирина Жекова. Белые подснежники, зеленые почки на деревьях и плюс 15 на улице. Все жители уже готовы встречать весну, но еще рано. Зима снова заявила о себе. В ночь с воскресенья на понедельник. Пурга, снег и снова минус 10. Как вам наша мартовская весна такая снежная? Вы знаете, я сама с Крайнего Севера. Для меня это нормально. Но для местных жителей, наверное, это шок. Я так думаю. Но я им желаю, чтобы скорее весна наступила. Как бы не хотелось весны, зиме еще быть, говорят метеорологи. Эта неделя также будет иметь зимний характер. Завтра еще выходит очередной южный циклон и снег еще у нас добавится. И температура воздуха в ночное время 0,3 дневное и в ночное в районе 50 морозов. То есть у нас температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Вывод – пока зимние сапоги и куртки не откладывают в дальний ящик. А вот путешествовать не запрещается. Благо, междугородние и центральные магистрали республики расчищены. Дорожники были готовы к проведению очистных работ и к проведению работ по подсыпке. Поэтому работы проводились в штатном режиме. Дороги на сегодняшний день, магистральные, республиканские дороги в проезжаемом состоянии. Вышли в 11 часов вечера как на очистку города, так и впоследствии на подсыпку. Было задействовано 16 единиц техники. С 6 утра воскресенья до 8 утра сегодняшнего дня, до 9 утра сегодняшнего дня, было засходно 270 тонн песчаной салонной смеси. Сейчас утром в 9 утра были отпущены рабочие на отдых. И сейчас уже работают два звена по сбору той каши, так называемой снежной, с песком и с водой, которая образовалась на прежней части. Не обошлось и без травм. За сутки в травматологию обратилось более 30 человек. 22 из них с переломами. Все как в фильме. Упал, очнулся гипс. Самый распространенный у нас, конечно, перелом лучевой кости в типичном месте и перелом лодыжи. Потому что это одни из самых часто встречаемых. Люди обычно, когда падают, или подворачивают голеностоп, или падают на кисть и страдают лучезапясные суставы. Чтобы такого не произошло, помните, ходить по скользким дорогам нужно аккуратно. Особо внимательными следует быть водителем. Если уберечься не удалось, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обратитесь к специалисту. Ирина Жекова, Владислав Бурлака, Первый Приднестровский.